Проект бюджета на следующий год принят в первом чтении. Его основными источниками остаются налоги на доходы и имущества. Вопрос болезненный. Сейчас у нас получается по поступлениям мы исходим из того, что проект исходит из того, что все поступления и ставки 0,3 по имущественному налогу. Но мы все депутаты всех фракций надежды не деляем на то, что нам удастся снизить и остановить дефинцированную ставку. Предположительно, в 2020 году доходная часть Барнольдского бюджета составит 12 миллиардов 282 миллиона рублей. Расходная часть чуть больше. При этом оппозиционные депутаты заявили, что не оставляют надежд увеличить финансирование по программам переселения из аварийного жилья и молодая семья. Но пока при формировании бюджета навстречу горожанам не идут. По вопросу увеличения поддержки молодых семей, который был поднят под публичные слушания, могу сказать следующее. Данные расходы не являются полномочиями муниципалитета. Вместе с тем, город ежегодно участвует в реализации федеральной программы. После доведения объема финансирования из федерального и троевого бюджета будет определена доля финансирования из бюджета города. На заседании сообщили, городу необходимо минимум порядка 15 миллиардов в год. А он получает чуть больше 12. Нехватка средств мешает софинансировать федеральные проекты и заниматься благоустройством. Депутаты предлагают выйти с рядом инициатив к правительству края и АКЗС. Андрей Дреер, Илья Халяпин. День с толком. 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 День с толком.